Благотворительный проект Крылья Мечты представляют Виртуальные уроки с шеф-поваром Андреем Бова Приветствую, друзья! Сегодня для вас у меня очередной рецепт интересного и очень вкусного блюда А именно, классический вариант приготовления итальянского ризотто Окей, я разогрел кастрюльку, наливаю сюда растительное масло И добавляю мелко порезанный репчатый лук Обжарим его до золотистого состояния Еще немного масла А Даура говорит, а какие запахи стоят Вот человек, не избалованный рестораном Ей запах жареного лука нравится Еще не нюхал, как мой краб пахнет Теперь добавляем в сотейник рис И обжариваем вместе с луком немного Рис для ризотто нужен специальных сортов С повышенным содержанием крахмала Ну, в принципе, сейчас они продаются во всех магазинах Самый распространенный это сорт Арборео А рис вареный или... Нет, рис сырой Конечно, сырой рис Сырой рис Теперь его немножко мы обжариваем с луком Чтобы он стал таким у нас золотистым И более насыщенный вкус приобрел Теперь добавляем сюда же белое сухое вино И выпариваем Чтобы вышел весь алкоголь, весь спирт Нам нужен только аромат Прекрасный аромат вина Давай, давай, тебе тоже рюмочку накину Супер Теперь вот это Ты выкол делаешь Вкол делаешь Вино выпарилось И мы добавляем потихоньку сюда бульон У меня сегодня будет ризотто грибное Поэтому у меня овощной бульон Бульон И мы теперь доводим рис до полуготовности До состояния, как говорят итальянцы Аль денте, бенисимо, болитовре, ансфоне, эксенни матезе Бульон выпаривается, впитывается в рис Он становится более насыщенным Если вы готовите ризотто с морепродуктами или с рыбой То, соответственно, лучше всего использовать рыбный бульон Если с мясом, значит куриный бульон или мясной бульон Можно на самом деле использовать и Утро, кто-то плачет там Надо мороженое угостить Добро, иди угости ребенка А лучше у нас шпроты угости Можно, конечно, добавлять и кипятка Чтобы не заморачиваться с бульоном Но на бульоне, конечно, будет насыщеннее, вкуснее Все, потихоньку выпариваем Иди глянь Вот сюда Сами видишь, вода какая белая Потому что крахмал выделяется И он становится густым Теперь самое время Добавить сюда свежего тимьяна Веточка, по-моему, страшного И немного чесночка Это просто чеснок, он заранее Мы его натираем, и он в растительном масле стоит Просто свежий чеснок Ризотто постоянно надо пробовать Чтобы оно не убежало и было аль дендо Почти то, что надо Еще немного бульончиков Мы сейчас с вами готовим базу Ризотто, скажем так, основную Обжаренный лук, белое вино, рис Тимьян, чеснок Теперь сюда же я добавляю Прилично, прям вот Почти полную столовую ложку сливочного масла Все это хорошенько перемешиваю От ризотто нельзя уходить Его надо постоянно помешивать Это занимает много времени Но блюдо будет тогда идеальным Теперь добавляю пармезан Обязательный ингредиент для любого ризотто Пармезана прям много Тоже хорошенько все это вымешиваю Он должен растаять и объединить все вместе И только после этого мы добавляем соль и перец Почему после этого? Потому что пармезан соленый Можно переборщить Так, я пробую опять Конституции что надо? Немного соли Черный молотый перец Делаю огонь поменьше Это основная база для ризотто Оно готово Никаких сливок Пармезан, сливочное масло, рис, лук, белое вино, чеснок, тимьян Вот теперь сюда можно добавлять любые начинки Морепродукты, томаты, запеченные овощи, птицу, мясо В моем случае сегодня будет классическое ризотто с белыми грибами У меня вот паста из белых грибов Я делаю заранее Обжариваю белые грибы с луком Потом пропускаю через мясорубку Ужас такой насыщенный вкус Добавил в ризотто, теперь вымешиваю Так, все, отлично Сейчас мы это все уберем и будем сервировать Ризотто готово Посмотри очень внимательно, какой консистенции должно быть То есть это ни в коем случае не каша, да? А то есть, видишь, оно прям классно Выкладываем Вот оно, ризотто с белыми грибами на тарелке Теперь будем подавать Я это сделаю с муссом из уральских боровиков У нас же грибная история О, класс Дальше добавим для текстуры, для хруста Картофеля пай Грибы отлично сочетаются с картофелем Вот так вот Обязательно свежего, натертого Пармезанчика Отлично Немного масла из базилика Базиликового масла Немного трюфельного масла И чуть-чуть черного перца Я это делаю всегда Для того, чтобы мои блюда были вкуснее Отлично Ризотто с белыми грибами Муссом из боровиков Картофелем пай И зеленым маслом готово Но самое важное здесь, конечно Это правильно приготовить ризотто И, повторяю еще раз Никаких сливок Бон аппетит Нормально сказал? Видала, как итальянец почти Спасибо, спасибо, спасибо Виртуальные уроки с шеф-поваром Андреем Бова